Арсену Каев, зачем ты пошел навстречу братьям с женой? Даюс, малобольный ты заезд. Знаем мы, что ты сейчас этот эфир просматриваешь. Мне очень сложно теперь понять его жену. Вот это вот сложный момент. Я не знаю, как она дальше с ним будет жить. Как дальше рожать от него детей? У тебя реально очень сложная ситуация. Оказалось, что этот путь Ахмата Кадырова, вся его напыщенность, это всего лишь пшик. Это как дезодорант, когда заканчивается. Он вроде бы пшик делает, но какой-то смысла в этом уже нет. Он не распыляет ничего. Но пищит. Пшик-пшик-пшик на последних порах делает. Я бы в заключение еще хотел именно сказать про этого Ахмеда Арсанукаева. Его жена, она-то знает, как все на самом деле обстояло. Как они, интересно, будут жить дальше? Как он будет смотреть в глаза своей жене? Тот, кто говорит, что он на пути Ахмата Кадырова, что он до конца пойдет на этом пути, рад умереть на этом пути. Как он объяснить своей жене, что когда у него была возможность на этом пути умереть, ну или хотя бы заявить об этом? Он не смог это сделать. Вместо того, чтобы одному выйти и встретиться со своими противниками, он вывел свою жену с ребенком вместе с собой. Там, где никто не угрожал его жене и ребенку, он при этом говорит, что им угрожали. Но жена-то знает, что ей не угрожали. Они наоборот, оказывается, после того, как поговорили, уходили, еще ребенку там 200 лир, дали денег в качестве подарка. Жена-то это знает, и он это не отрицает. В своем разговоре с Халитовым он так подтверждает, что дали денег. Все это ладно, вот все я понимаю, ну точнее не понимаю, но принимаю как-то. Но вот с женой я не могу это принять. Я пытаюсь это как-то на себе примерить, эту тему, и я не представляю, каково это теперь. Ты должен с ней жить, ты должен жить с человеком, который знает, что ты трус. Ты живешь с человеком, опорой для которого ты являешься, ты щит своей семьи. Твоя жена должна чувствовать в тебе свою защиту. Что в любой ситуации, когда нужно будет защитить свою семью, ты не струсишь. Она должна в своем муже видеть вот эту надежную опору. И как дальше они собираются жить, мне непонятно. Ведь жена прекрасно понимает, как на самом деле обстоят дела. Что даже после того, как все это произошло, все они разошлись, вместо того, чтобы теперь пригласить там своих товарищей, которые на пути Ахмата Кадырова, как он говорит, пригласить их к себе, вместе потом выйти и там как-то отомстить за то, что им сделали, как они говорят. Вместо этого он спешно берет свою жену и ребенка и уезжает из Турции. А уехав уже издалека, начинает махать пальцем и ругать стариков, оставшихся дома, родственников, Халитова там и других. Ну, Субханаллах, насколько это недостойно. И как теперь вот жена должна с этим человеком дальше жить? Родственники его жены. Что вы об этом думаете? Что вы об этом скажете? Это достойно ли это для вас, зять? Как с этими людьми теперь дальше иметь какие-то родственные отношения? Я не знаю, вы оказались в очень тяжелой ситуации. Я, честно говоря, вам не завидую. И больше всего я не завидую его жене. Она, выходя за него замуж, она, наверное, думала, что уходит замуж за мужчину. Но она вышла замуж за труса. И родила детей она тоже трусу. Чтобы вы понимали, я понимаю ситуацию, когда человек оказывается какой-то безвыходной ситуацией, и он делает то, что от него требует. Это момент принуждения и краха, когда он принужден, он опасается за свою жизнь, за жизнь своих родственников. Бывают такие моменты, и здесь мы бы его не осуждали, если бы не одно, но если бы не путь Ахмада Кадырова, который говорит, что они там счастливы умереть на этом пути, если бы не это раз, и если бы не ложь, мерзкая ложь про то, что там наставили оружие на ребенка. Ну, это ложь. Это, конечно, невозможно принять. Я бы понял, если бы он сказал, да, там была ситуация, когда я опасался за свою жизнь, я сказал все, что от меня требовали, у меня не получилось на тот момент, но после этого я вот, значит, отомстил, я вот такие вот пути для как-то мщения искал, если бы что-то такое было, если бы он не соскочил, а вместе со своими товарищами, пытался бы этот вопрос как-то решить, я бы это понял. Но когда ты соскочил, подождал две недели, и когда другого человека отмудохали, и тебя просто принудили к тому, чтобы ты теперь пошел за торпеду, и ты начинаешь там пальцами мыхать, ну, это максимум, конечно, недостойная вещь. Уйдя от сарказма, говоря об этом серьезно, я скажу, конечно, я абсолютно не удивлен. Это полностью соответствует пути Ахмата Кадырова. Они на самом деле, они все такие. Любые вот эти вот, любые представители этого пути, они такие. Кадыров будет делать то же самое, Давудов будет делать, всегда делали и будут делать. Дилимханов и прочее, все они трусы. Если бы они не были трусами, то они сразились бы с врагом, когда он пришел на нашу землю. Понимаете, вот что определяет труса и смелого, храброго, достойного человека. Когда приходит к тебе враг, он с ним сражается. Если же он с чем-то не согласен, у него какие-то там вопросы, проблемы с, допустим, с нашей стороной, то он просто отходит. Если он не согласен, допустим, с этой войной, он просто отходит. Но он не переходит на сторону врага. Он и становится предателем. В истории много таких у нас случаев. Мы знаем, допустим, тот, кого у нас называют Уокхаш, из селения Сейсан. Его, кстати, представители, кадыровцы, тоже его признают, приближенным к Аллаху. Они его считают, аулия, почтут его, мавзолей там его построили. Это историческая личность. Он жил при имаме Шамиле. Его звали Ташухаджи. И когда у него произошли разногласия с имамом Шамилем, он просто отошел. Но он не перешел на сторону России. Он просто отошел и жил у себя дома. Никак не примыкая к врагам нашего государства. Понимаете, так ведут себя смелые люди, даже когда у них есть какие-то разногласия. Но те, которые перешли на сторону врага, стали предателями, стали работать против своих товарищей вчерашних, помогать их уничтожению. Эти люди априори не могут быть смелыми. Это и есть показатель того, что они трусы. Поэтому у меня не удивляет целом эта ситуация. Это то, что я и так знал, и, конечно же, я это ожидал. Но мне очень сложно теперь понять его жену. Вот это вот сложный момент. Я не знаю, как она дальше с ним будет жить. Как дальше рожать от него детей? У тебя реально очень сложная ситуация. Саваб, если Рамзан сам напугал 1500 воинов вчера И, то почему его последователи не могут напугать троих? Тумсо, я уже реально начинаю бояться за свое психическое здоровье. Вот я об этом и говорю. Мы с вами представляли этот путь таким мощным, храбрым, смелым. Кадыров 1500 человек просто разбрасывал. Даудов там каких-то, как он сказал, орам, как это на русском, корень, говорит, я там ваш, уничтожил у себя. Ну, короче, они все такие мощные, смелые ребята. Но тут все сдулись. Все сдулись. Оказалось, что этот путь Ахмата Кадырова, вся его напыщенность, это всего лишь пшик. Это как вот дезодорант, когда заканчивается, знаете, вот он вроде бы пшик делает, но какой-то смысла в этом уже нет, он не распыляет ничего. Но пищит, пшик, 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 на последних порах делает. Вот то же самое с этим путем Ахмата Кадырова, когда есть возможность показать его, какой он на самом деле, продемонстрировать эту смелость, храбрость, получается просто вот этот дезодорантовский пшик. Арсену Каев, зачем ты пошел навстречу к братям с женой? Даюс, малобольный ты заяц, знаем мы, что ты сейчас этот эфир просматриваешь. Саламу алейкум, брат, там все. Субтитры создавал DimaTorzok